Значит, вообще обычно среди таких вот бабушек, дедушек такой обычай распространен, ну самые такие народные православные такие традиции, как бы. Но я слышал об этом много раз, в принципе, от простых бабушек, допустим, да, что вот так и так вот там, значит, там отпевают, за умерших молятся, ну как бы за умерших молятся, за живых. Но я не думал, что в церкви в самой это сохраняется, тоже такая традиция. Вообще-то древняя традиция. В средние века это было даже где-то популярно, за живых молиться, чтобы они побыстрее умерли, но молились так и образом за врагов каких-то, допустим. Допустим, есть пример в житиях святых, классический пример, который приводит как раз как подтверждение правдивости этого учения, приводит пример из жития Афанасия Александрийского еще аж. Этот человек жил еще в четвертом столетии. Афанасий Александрийский о нем рассказывают в житии, что он помолился за этого еретика Ария, чтобы он побыстрее умер. И тут, значит, и на самом деле вдруг ни с того ни с сего Арий скоропостижно скончался. Притом скончался так, что всем было ясно, что это, значит, ну, сверхъестественное вмешательство было. Но, как бы говорят, что так ему и надо, как бы, этому Арию, потому что Арий-то был еретиком, как бы. Я не спорю сейчас о том, кто он там, еретик, не еретик. Да, я не разделяю его, конечно, учений этого Ария, значит, считаю, да, это еретические учения, но это не повод, знаете ли, вот так вот брать и, значит, колдовать. Да, это колдовская молитва, ну, это 100% колдовская молитва, но она, считается, православная молитва, то есть ее, как бы, церковь одобряет. Да, значит, если, допустим, бабушки, там, они имеют свои традиции вот этой магии, черной магии, допустим, ну, там, ну, я не учу этим вещам, но, допустим, то, что я знал на приходах своих, где я служил, на одном из приходов, когда я получил в епархии командировочное удостоверение в такой-то приход ехать, а мне один пожилой священник говорит, ну, отец, куда собираешься ехать? Ну, он говорит, такое-то село, такой-то район, значит, там, значит, нужно срочно сейчас, нет священника, значит, меня посылают, а мне, как молодого священника, меня, как и других молодых священников, часто послали в такие командировки. А мы что? Мы вместе с женой, с одним чемоданом вещей, и раз, сели там, автобус, поезд, и едем, и приехали на приход, послужили там месяц-два-три, сколько нужно там, пока там нет священника у них, допустим, там, или там что-то случилось такое, там, умер священник, допустим, скоропостижно, и вот надо, допустим, подменить кого-то. И как молодой такой священник часто ездил, а нам это очень нравилось, значит, так вот кататься, по всей Лязанской области покатались мы, посмотрели, значит, очень разные приходы, и много чему научился, как бы. И я этому священнику показывал, говорю, вот, значит, село какое-то, Фирюлевка, что ли, забыл, как называется, это село Рязанской области. Он говорит, а, знаю, бывал я там, говорит, там, говорит, ведьма на ведьме, и ведьма погоняет, говорит. Ну, говорит, тебя, говорит, угораздило, вот, получить приход, говорит, не позавидуешь тебе. Я там в шоке, как бы, значит, думаю, куда меня засылают вообще. И он говорит, а, знаешь, я тебе подскажу пару, ну, он мне подсказал пару таких, пожалел, видимо, меня, решил получить как старший священник младшего. Но он уже больше 50 лет уже священником служит, я ему доверяю, как бы, такому авторитетному священнику, священнослужителю, там, да, больше 50 лет он был уже тогда священником. Такой метрофорный протерей, там, секретарь, там, уже там, и секретарем работала епархия много лет уже. То есть, такой, известный такой, там, в Рязанской области очень известный священнослужитель. И вот, значит, он говорит, ну, самые простые приемы, говорит, они тебе пригодятся в жизни. И он показывает, вот, открываешь, допустим, рясу, да, и вот с обратной стороны рясы берешь разный булавок, и рядком сюда, 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 рядком. Это, вот, ну, это, это просто, говорит, как, типа, громотвод действует, то есть, это очень простая вещь. Потом, значит, или же в церковный дом приходишь, допустим, вначале, говорит, веник там поставь перевернутый, потом заходи, говорит, в этот дом, значит, и, значит, там, ну, такие приемы, они помогут тебе, как бы, на первое время выжить на таком приходе. То есть, он еще там другие вещи рассказывал. Я так думаю, он вначале прикалывался, я думаю, наверное, прикалывался надо мной. А потом вижу, что он-то сам-то, значит, как бы, тоже булавочки носит, как бы, значит, и в это все верит. Ну, конечно, он говорил, что нужно молиться, там, животворящему кресту Господнему, 90-й псалом, но параллельно еще вот такие штучки иметь еще на себе. Да, я понял, что серьезная проблема там такая, оккультная. И вот, я-то не вешал никаких булавочек, значит, я, как бы, в эти вещи тогда не верил. Я по-православному защитился. Помимо своего креста и иконы Божьей Матери, я еще прикупил там несколько иконочек таких, допустим, там, соответствующих святых, которые особенно активно, значит, помогают в оккультной зависимости всякой там. Там, допустим, этого, забыл уже, Киприана, священномученика Киприана, значит, ему молится о всяких сглазах, порчи, там, значит, там и прочее, прочее. Значит, и якобы взял там еще пару иконочек таких конкретных святых, которые, значит, помогают в таких случаях. Но, как бы, у меня целое ожерелье было на мне, вот этих разных амулетов таких православных, но, как бы, и спи спокойно. Но потом я столкнулся там, допустим, с другими фактами именно оккультизма. Я удивлялся вначале тому всему, потом, как бы, уже, значит, даже не удивлялся даже. Значит, потому что это было не только лишь увлечением отдельных священников, это было так вот повсеместным, вот, по всей Рязанщине, где бы я ни был бы, фактически все священники больше или меньше этим были повязаны вообще. Допустим, обычаями, откровенно такими оккультными обычаями даже. И плюс еще на том приходе, куда я поехал, не в тот раз, а в следующий раз поехал на приход, мы поехали с женой туда, а мне бабушки жалуются, эти прихожанки, они как-то, значит, расположились, мы им очень сильно понравились, они хотели, чтобы мы у них остались вообще. Вот, и, знаете ли, и там колхоз такой большой такой, и председатель такой, добродушный такой дядька, значит, и говорит, пожалуйста, вот вам и дом, значит, все там, хороший участок, все, пожалуйста, что надо, все в любой момент дня и ночи звоните, значит, сообщайте. И, знаете ли, то есть очень расположено было все за там нахождение. И вот о бабушке мне жалуются, вот соседний священник, он, говорит, портит у нас скотину, значит, да и бывает и людей там, значит, в гроб сводят, значит, как бы, я думаю, ну что, он же не шаман в Африке какой-то, знаете ли, значит, чтобы этим заниматься. Думаю, наверное, болтают. А потом, глядя, в местной газете районной объявление, матушка такая-то снимает порчи с глаза, наговоры, выкатывает яйцами там, значит, выливает воском. Стоп, думаю, что-то знакомое, что за матушка-то такая. Оказывается, она на самом деле матушка, не просто по названию матушка, она матушка, жена священника, этого самого священника. Я, значит, в шоке, значит, думаю, ну, что это такое. Приехал к нему, он говорит, ну, а что, это ее работа, вот это, ну, она, молитвами лечит, она, говорит, молится, значит, там, значит, иконочки у нее, там, весь иконостас у нее в доме, в церковном доме возле храма она выкатывает яйцами там и воском выливает, значит, прямо вот на территории храма. Ну, как бы, меня это, конечно, очень сильно озадачило, но он говорит, ну, она же все-таки белую магию практикует, то есть это, как бы, ну, она не черная, это именно на добро, там, допустим, детское, вот это вот, чтобы ребенок не кричал, там, испуг, значит, да, лечит, значит, там, и у нее вот это отродугует, у нее вот это, бабушка ее занималась этим, значит, мама занималась этим, значит, и, как бы, у нее это, ну, дар такой, свыше, как бы, понимаете ли, я послушал, думаю, как бедный священник, он настолько запутался, вот, и было очень жалко этого человека, но потом, понимаете ли, я узнал, что священник этот, на самом деле, занимается магией, только уже черный, вот, если жена его практикуется больше в белый, то он больше в черный, подрабатывает черной магией, это было ужасным, конечно, для меня, просто откровением к этим, открытием, внутри православия есть секта такая определенная, сатанистов, я так понимаю, в рясах, которые просто-напросто знают, что Бог есть, но служит дьяволу, так вот избрали, видимо, уже, я встречал таких священников, один из этих священников, мне прямо сказал приватно, что он служит сатане, я думал, наверное, больной человек, наверное, думал, не может нормальный человек, взрослый, здоровый человек вот такие вещи говорить, священник, молодой священник, кстати, не из старых священников, обычно такие вещи говорили мне старые священники, похожие, а это молодой священник совершенно, ну как, тоже 30 лет ему было тогда, и вы знаете, значит, и этот священник, он, к сожалению, знал, о чем говорил, я так понял, потом уже, что это не было просто, как бы, слово, просто слово, но однажды, я расскажу еще случай один, и пойдем дальше, меня отпевали самого заживо однажды, это, я не думал, что с этим сам лично столкнусь в своей жизни, значит, я слышал об этом, что там, 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 в житиях святых есть, наверное, с десяток таких примеров, ну, самый такой древний обычай, это описан, значит, древний случай описан у Афанасия Александрийского, а у более поздних отцов тоже встречаются такие молитвы за некоторых еретиков, там, или разбойников, чтобы они побыстрее умерли, как бы, и те побыстрее, и очень быстро, и скоропатично скончались, допустим, и вот, как бы, это одобряется святыми отцами, но я не думал, что сам с этим столкнусь по отношению к себе, а было так, что, значит, я уже жил в Киеве, и уже как реформатор, ну, еще церковь не начинал, но уже трудился как реформатор, и готовился начинать церковь, и в этот момент, значит, было такое у меня, ну, я умирал, я переживал почти что смерть уже, ну, как умирал, я был на пороге смерти, и это трудно объяснить, я знаю, что такое смерть, я умирал когда-то в детстве, в 13 лет неполных, переживал смерть от пневмонии двусторонней, я знаю, что такое, вот, выходить из тела, да, ну, это больно, это ужасно, но, знаете ли, в тот день меня просто вырывало из моего же тела, я не выдавливала смерть, как каток первый раз выкатывал, и меня выдавливало, а меня просто вырывали из моего же тела, боль была такая невероятная, что мне хотелось, чтобы быстрее закончилось это все, лишь одного я хотел, чтобы побыстрее умереть, все, значит, я не мог дышать, я очнулся от того на постели лежа, что я не могу дышать, ни туда, ни обратно, и будучи бездыханным, я просто вот эту боль чувствовал ужаснейшую просто, не кричать, ничего не мог, потому что дыхания не было во мне, я мог лишь с последних сил просто так же без дыхания упасть на пол, и выползти в коридор, и лежать там возле двери, все, что я мог сделать, и я понял это все, это конец уже, стало темнеть, и в глазах, я просто лишь одно сказал, смог чуть-чуть выдохнуть Иисус, Иисус, и как я, я думал это все последнее, что мне получится просто выдохнуть, я хотел умереть с этим именем, и когда, знаете ли, выдохнул, я смог столько же вдохнуть, чуть-чуть, и снова Иисус, и снова вдыхаю, и снова вдыхаю Иисус, час, два, ну, я не застекал, конечно же, времени, но предполагаю по времени, потому что потом, когда уже все было нормально, я прикинул, что было, ну, часа два, даже три, может быть, даже, я не знаю, столько, но много было времени, то есть я валялся в коридоре, насчет там возле двери, и все только выдыхал, и выдыхал только Иисус, как? Дома, я был дома, да, и знаете ли, что, потом, когда уже все, я мог дышать, и боль стала уходить из всех частей тела, вы знаете ли, я стал молиться уже на языках, в этот момент, да, я крещен Духом Святым, вот с того самого 96-го года, когда вышел из русской церкви, вскоре после этого имел переживание, как раз крещение Духом Святым, со знамением молитвы на языках, и вы знаете ли, и когда я молился на языках, тогда было следующее, это не видение, это как вот привиделось в духе, говорят, вот очень хорошее такое выражение, так вот, это как бы представилось мне само собой, я себе там ничего не накручивал абсолютно, просто оно вдруг представилось в моем воображении, как бы извне, такая картинка, что кукла такая, не кукла, и она вся в нитях таких, как бы иглы-нити, похоже, и вот эти нити, как бы эти иглы вытягивались из тела этой куклы, и как они убирались, так у меня освобождалась рука, допустим, значит, да, вот, значит, там, вот, их, как бы, вот, мое тело. И потом я когда рассказывал обо всем об этом, значит, служителям некоторым в Киеве, имевшим опыт в освобождении, в экзорцизме, то, значит, ну, они говорили, что да, это, вероятно, вот, сатанисты как раз колдуют против тебя, потому что уже в то время, как раз, 98-99 годы, несколько постарее служители в Киеве, значит, претерпели такие, ну, атаки серьезные как раз от сатанистов, ну, ну, наверное, да, какие-нибудь там готы кошек мочат на кладбище, наверное, вот, как бы, и на меня колдует. Ну, я так подумал, буквально через, там, может, ну, больше полгода прошло однозначно, я узнаю, что, оказывается, никакие не сатанисты на кладбищах с кошками, оказывается, батюшки в рясах с крестами на груди совершали такое отпевание. Я узнал это, значит, из уст одного из тех, кто был в этом служении тогда. Это было в Киеве, Печерской лавре, значит, за закрытыми дверями это было, конечно же, это были лишь бесприхожан, это были лишь монахи и гости монастыря, которые проживали там, архимандриты, игумены, иеромонахи, и проживавшие там с разных епархий. В частности, я узнал об этом от одного человека, который не живет, он не постоянный монах именно Печерской лавры, киевской, он лишь в гостях был там, один из гостей, который проживал некоторое время там. И вот, будьте здоровы, да. И вот, и этот монах, он приехал ко мне на разговор, на общение, сам напросился, это не часто происходит, просто это как бы, ну, я понял, что он хочет о чем-то серьезном поговорить, но все вокруг да около первого дня ходил. Ну, я не настаиваю никогда, если вижу человек, он не готов, как бы, и не может, ну, как бы, будет готов, скажет. Может, думаю, хочет покаяться в чем-то, значит, ну, как бы, было такое, что там вот, каялись некоторые монахи, приезжали, каялись в гомосексуализм, значит, каялись, значит, там, значит, в оккультизме, каялись там, значит, там, в педофилии, там, значит, мы молились, то есть уже меня эти, вы не удивишь уже, я думаю, ну, наверное, может быть, у нее там такая проблема, как всегда, вот у монахов обычно. И помолимся, освободится человек от алкоголизма, может там вот хотят него не пахло в первый день спиртный начат это потом когда вы прощались уже один попахивала видимо у него нервы так напряжены были вообще он на второй день нам не рассказал кое-что он рассказал что оказывается знаете ли что он был на этом обряде на этом служении и он говорит как гость он был обязан быть то что всем лавровские монахи были там значит фактически значит и архимандриты и вот его как гости тоже то пригласили и в начале этого служения могут собрались вместе в начале служения вышел один архимандрит старенький такой старец такой духовник один из один из духовников там лавры и говорит что так и так вот есть такой еретик сергей живлев и насчет нужно помолиться вот наставание учения церкви православной насчетом чтобы он побыстрее и сдох насчет вот насчет и он сослался на опять-таки афанасий александрийского и других святых отцов которые делали это и вот а этот еретик то бишь но сережа живлев насчет он еще там совращает православных в секты с неграми целуются но имелся значит что санды знаком был вот и там еще значит и распространяет все православной церкви рассказывает подноготную ну и как помолимся чтобы он побыстрее отошел мир иной и вот а я спрашиваю а ну а как совершали я же никогда не был на таких служениях ну все то же самое что как обычно принципе по покойнику только все знали что ты еще живой как бы и желали тебе смерти все принципе то же самое будет было накануне положили твою фотографию взяли потом взяли землю с могилы на счетом как раз этот архимандрит он посыпал твою фотографию потом подходил еще он и плевал в ту фотографии в конце и колол ее иглами и иголкой колол ее всю фотографию потом подходили другие ревностные такие братья тоже плевали и кололи иглу иголкой Мы, говорит, не подходили. Я не подходил, другие не подходили. Я, говорит, понял, что это перебор уже явно. Если бы первая часть была, имела обоснование хотя бы какое-то там, ну, как бы в учении в истории православия, да, в догматике, то вот это завершение такое. Мы же не шаманы какие-то из Африки, говорит, значит, ну, в конце концов, чтобы так вот поступать. Да. Это что, ребят, это получается законенный христианский сатанизм? Да, сатанизм. Я скажу так, что я эту тему мало развиваю вообще где, но я скажу, что из опыта я встречал, ну, два, даже, может, три священника, которые могу предполагать, что, скорее всего, они являются сатанистами. Один из них, по крайней мере, точно. Вот, два других под вопросом. Вот. Один из епископов тоже, значит. То есть, внутри православия есть группа, видимо, сатанистов, взявших власть, значит, в церкви. И, ну, это отдельная статья вообще. Это отдельная история. Я думаю, что Бог даст возможность больше иметь материала на эту тему, значит. И пока я многие факты не рассказываю, что довелось мне в эти годы узнавать. Я собираю информацию. Собираю информацию. И есть некоторые священники, которые покаялись в похожих вещах и готовы уже, ну, дать информацию более подробную. И когда будет у меня много информации, уже побольше, вот, и она будет вот такая уже аргументирована, тогда я уже смогу выступить уже серьезно на эту тему. Так вот, но пока вот поделюсь. Да. И я спросил, какого числа было вот этот обряд у вас, обычай, этот, отпевание моего. Он сказал число, значит, и я уже уточнил на всякий случай. Вот помнишь, мне было плохо, я умирал, говорил, какого числа это было? Я потому что забыл, честно говоря, точно ли это было число или нет. И она мне напомнила, то же самое число сказала. Она не была при разговоре с монахом. Это потом я спросил ее. И она подтвердила мне то же самое число, назвала, значит, то есть в тот же самый день со мной все это произошло. И, ну, конечно, этот случай меня научил, конечно, что мы на войне, на самом деле, духовное сражение происходит, Господь он защищает, благоставляет, но иногда Бог хочет, чтобы и мы что-то предпринимали со своей стороны, то есть мы учились какой-то брани. То есть не то, чтобы там, как вот, добрые, злые волшебники, да, нет. Но силой Божьей просто нейтрализовали врага, связывали этого сильного, чтобы, значит, расхитить вот награбленное, награбить его награбленное, чтобы взять эти души, которые он награбил, знаете ли, взять то, что дьявол себе награбил от нас и от других людей. Слава Иисусу Христу, друзья мои. Да, друзья, вот эта тема, конечно, очень такая сложная. Но по поводу молитвы за упокой еще здесь есть интересные такие случаи. Я хочу тоже их для вас сейчас донести. Это еще не все, что я вам рассказал, но завтра уже у нас будет другая тема, дальше пойдем. А сейчас за упокой хочу добить эту тему. Значит, мы запомним что? Что в четвертом столетии это учение началось через спиритизм, да? В шестом столетии через странные случаи, странные случаи в бане с этим умершим непонятным живым зомби каким-то человеком. А завершилось это учение, оформилось окончательно, в десятом аж столетии, за 48 лет до крещения Руси, в 940 году. 940 год. Как раз когда это учение, оно окончательно уже оформилось в таком виде, в котором мы его сейчас сегодня знаем в современном православии, в католицизме. Каким образом оно вот получилось свое завершение? в сновидении одного монаха. Это я вам называю самые ключевые моменты. Но вся история, вот весь этот промежуток буквально нашпигован, знаете ли, вот такими примерами всевозможных спиритических таких общений с душами умерших людей, монахов, которые брали информацию. Но вот эти три момента это ключевые. Монаха, которому снился сон, звали Григорий. И он официально канонизирован в православной церкви, католической, потому что получил особенное откровение. Его откровение, оно повлияло очень сильно на мировое христианство в целом, его сновидение. Все мы с этим сталкиваемся, допустим, в своей жизни. Допустим, больше или меньше. Допустим, вера в то, что там после смерти 9 дней, 20 дней, 40 дней, годовщины, откуда это люди говорят? Или там многие другие обычаи, связанные с похоронами, с похоронами. Все это было как раз в откровении монаха Григория, который видел сон, которому во сне явилась монашка, умершая уже, монашка Феодора, и все рассказала подробно, как бы. Григорий выслушал, Григорий, как бы, все запомнил. Утром, проснувшись, он все это пересказал своему духовному наставнику. Его звали Василий Новый, его называют Василий Новый, тоже святой. Монашка Феодора тоже посмертно, ее тоже канонизировали как святую, известно вообще о ее жизни. Так вот, Василий Новый взял и записал этот сон монаха Григория и издал книгу. Он ее дополнил, эту книгу, своими откровениями, дополнительными. Откуда он взял их, мы не знаем вообще. То есть, он не сослался ни на кого, то есть, просто его мнение. Так вот, дальше, спустя, может, столетия, появились всевозможные дополнительные еще откровения на эту тему монахов и иллюстрации, картинки. Книга до сих пор является бестселлером в православной церкви. У католиков она редко издается, в православном мире она издается очень часто и большими тиражами расходится. Есть издания очень простые, есть издания очень такие богатые, дорогие. Книга называется «Мытарство блаженной Феодоры». «Мытарство блаженной Феодоры». Так чаще всего называют эту книгу. И эта книга очень лжива. «Мытарство блаженной Феодоры». Она настолько ужасна, что, скажу, что по... Это легализация оккультизма в христианстве, так можно так проще сказать. «Мытарство блаженной Феодоры». «Мытарство» это... Это таможни такие, что ли. Мытарство это таможни, заставы такие, КПП, что ли, вот такие посты духовные определенные. Так вот. И... Это учение монаха Григория и Василия, оно очень сильно отличается от того, всего, что знала церковь до того. Вообще, духовный мир весь видится в этом учении совершенно иначе, по-другому. Здесь даже талмудические такие, знаете ли, вот эти... Загибон, или как назвать их, не знаю, отдыхают. Потому что, согласно этому учению, вообще, духовный мир, он вообще полностью отличается от того, что Библия говорит нам о духовном мире. Полностью. Как бы другая картина духовного мира, абсолютно. Кстати, есть православные авторы, слава Богу, что есть такие порядочные люди, и в наши дни тоже. Православные авторы, которые эту книгу все-таки критикуют и признают ее не христианско даже, по своей сути. Один из таких порядочных авторов, значит, кстати, он еврей, если не ошибаюсь, но очень уж похож на еврей, значит, и по ходу мысли своей, значит, Сергей Худиев. Лишь однажды видел его, значит, но у меня такое впечатление было, что он все-таки еврей. По крайней мере, он вопросы какие задавал, вот, ну, движение ума, вот именно такое, еврейское, глубокое. Издатели, но Худиев издал очень хорошую эту книгу свою, которую не любит до сих пор, очень сильно православной церкви, его чуть не еретиком после этого обозвали, называется книга, даже само название нетипично для православной церкви, называется «Об уверенности в спасении». «Об уверенности в спасении». Он не священнослужитель, он публицист, и, ну да, он трудится в храме, но он не священник. Сергей Худиев. «Об уверенности в спасении». В сети она есть. Он такой человек, он дал право на распространение своих материалов, значит, повсеместно, в электронном варианте, можно скачать на разных сайтах, где его критикуют, и где его хвалят. Сергей Худиев. «Об уверенности в спасении». Так вот, этот автор однозначно доказал, кстати, в этой книге своей он сделал очень хорошую вещь для православной церкви. Я считаю, что это революционная вообще его вещь. Эта книга, хотя в пренебрежении у большинства священников, а зря. Эта книга как раз именно о том, как вернуть в церковь православную библейское понимание спасения, через веру в Иисуса Христа. На основании Писания одно, но у него очень большой блок именно на основании предания церкви, древних учений церкви, древних отцов церкви, которые были уверены в спасении и понимали библейский путь спасения, как дар Божий во Христе Иисусе Господе Нашем. Понимаете ли, это было удивительно. Вообще, это событие, целая его книга. Но, за что я его очень сильно зауважал, Сергей Худиев, за то, что он в этой книге же полностью разгромил так называемое мытарство Блаженной Феодоры. И он там делает такой вывод, один из самых таких скандальных, его часто цитируют по этому поводу на форумах православных, что он начал, что нам нужно либо, говорит, принять вот это учение о мытарстве Блаженной Феодоры, либо, говорит, признать Библию и опыт исторического христианства ранней церкви. вообще. То есть, одно из двух настолько противоречит. Я вкратце расскажу для иллюстрации просто-напросто, в чем смысл этого учения. Кстати, если кто бывал в Киеве, в Печерской Лавре, то при входе в Малые Пещеры там как раз на стене прям иллюстрация, картинка, как комикс. В разных таких картиночках мытарство Феодора описывается как раз. Прям в картиночках. Шаг за шагом. Как она выходила из тела, как ее там несли. Вот наподобие комиксов. Ну, таких, ну, страшилок таких, конечно. и так вот, Феодора рассказала, якобы покойная. Да, монах Григорий, он очень сильно любопытствовал, как бы, что бывает с душой после смерти. И вот, Феодора пришла как ответ на это любопытство его. И она сказала во сне же ему, что то, что я тебе открою сейчас, якобы это важно не только для тебя, для удовлетворения твоего любопытства, а для всех правоверных христиан еще важно. И якобы, Феодора рассказала так, что, выходя из тела, там очень подробно все описывается, ее опыт очень такой, довольно странный опыт. Значит, она видит там и ангелов, и чертей, но это одно. Но, значит, ее ведут по 20 таким КПП, 20 таких таможень, застав, 20 мотарств. и есть мотарство там блуда, мотарство зависти, осуждения, мотарство там пьянство, мотарство там всего того, 5-го, 10-го, всего 20. На каждом мотарстве выходят бесы, ответственные за этот грех, ну, это их профиль, и вот они ставят весы и достают, допустим, списки с грехами, мотарство пьянства, допустим, там они записали себе все, эти бесы, подсчитали все, в течение жизни, сколько пила, когда пила, при каких обстоятельствах, смягчающих, о техчающих, все подсчитано, и на чашу весов ложат. Им нужны добрые дела, чтобы выровнять чашу весов. Душа, конечно, не виновата ей я, а что делать? Плати по счетам. И вот, ангелы хорошие, ну, наши, они говорят душе, Феодора, успокойся, мы тоже зря хлеб не едим, мы подсчитывали добрые дела твои. И у нас подбили все, у нас тоже неплохо получилось. И они, значит, на другую чашу весов и пытались выровнять, но там не то бесы обвешивали, не то, на самом деле, не хватало немного добрых дел, ну, грамм 100-200, там, допустим, не хватало порой на этих весах, на матарствах некоторых. И вот тогда, ну, душа в шоке, потому что, значит, если душа не пройдет этот тест, не получится искупить эти грехи, тогда, пиши пропало, наши хорошие хабаны должны отойти в сторону и отдать эту душу и отдать эту душу этим бесам, а те над ней будут изгаляться какое-то количество времени, пока она своими муками, эта душа, страданиями в этих матарствах, она не искупит своих грехов, не удовлетворит, как бы, справедливость Бога. Интересно, даже Бог в этом учении, он совершенно не похож на того библейского Бога, да? И, смотрите, никаких весов по мини нету, слушайте, вот именно добрых и злых дел для взвешивания нет таких весов. И это есть в разных религиях, каких-то там этих языческих религиях, но этого нет в Библии. Это очень не похоже на библейскую картину спасения. И вот, дальше, но когда душа переживала, что теперь мне делать? Да, мало времени, буквально, тогда что делать? Ангелы говорят, душа, у нас для тебя хорошая новость. Ты же не только грешила, ты же делал добрые дела, но за тебя еще молились еще, из-за тебя молятся. И вот, они брали мешочки с молитвами и досыпали на чашу весов с добрыми делами. И делались весы равными, душа облеченно вздыхала, ангелы вели ее дальше, демоны в шоке были, их обвесили, и пошли дальше. И всего 20 мытарств. Предпоследние протестанты не проходят, это точно. Потому что там мытарство ересей, заблуждение, там говорится, что если душа даже жила идеальной жизнью, но если она там матери Божией не молилась, святым не молилась, мощей не почитала, иконам не поклонялась, креста не носила, я может еще 50-50 как-то проскочу, то проблемы там. Ну, может, Маген Давид, может, не знаю, сойдет тоже. Но, знаете ли, значит, на тех мытарствах, ну, вот на этом мытарстве, допустим, ересей, там у меня вообще не было проблем, там на, бросила что-то бездач, на там, собака там, подавись, значит, и дальше пошли. И что делать дальше? Душа прошла все 20 мытарств, но добрых дел, ничегошеньки не осталось у нее, и молитв не осталось уже за нее, то есть, ну, по нулям. Так вот, попадает она в тронный зал Иисуса Христа, написано. Ангелы уже поняли, что дело будет нехорошее, они быстренько раз, исчезают. Душа остается один-один при тронном Иисуса. Казалось бы, все хорошо, но тот не библейский, а тот вымышленный Иисус, он вообще другой, с полной религиозной амнезией вообще. Значит, ни Голгофа тебе, ни Воскресения, вообще ничего, ни благодати, ни Нового Завета, как будто бы нет вообще абсолютно. Тот вымышленный Иисус, он как бы говорит душе, что как бы ты не Бога, свечка, ни черт, только черга, ни рыба, ни мясо, и как бы не за что тебя в рай. Ну, женщина такой стресс пережила, представьте себе, умерла, прошла 20 мытарств, не чтобы ее встретить, хотя бы хоть как-то по-человечески. Вот, и, ну, одним словом, женщина вообще в шоке, она говорила Григорию Грише, если бы я не была бы покойной, я бы там умерла бы со страху бы. Ну, тупиковая ситуация, тупиковый сценарий, вот некуда, что, в ад не бросит, ну и в рай, как бы, куда, в баню, да, а пошла-то дорогая, да, в баню. Но, значит, что делать? В этот момент, ну, как и в любом сценарии, если тупик, новый персонаж нужен. Вот так же получается. Вдруг откуда-то сбоку открывается дверь, и заходит мама, мама Иисуса Христа. Там такая аидиша мама. Я скажу, что все меняется, когда мама заходит, все меняется. Значит, Иисус встает с трона и говорит, мама, пожалуйста, у нас важное заседание. Она говорила, сын, я все слышала, я все слышала. И, пожалуйста, ради мамочки, ну, подпиши, пожалуйста, проходную в рай. Ну, как бы, обители же много, в конце концов, ну, подпиши ты это. Ну, и, а чем мама аргументировала все это? Вот, говорит, ну, да, понятно, душа, говорит, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо, но, говорит, как она молилась мне? И вот ради мамы, ради престижа, мама, вот, ну, подпиши. Иисус, короче, говорит, мама, только ради вас, хорошо, последний раз, но подписал ей проходную в рай. И поэтому, душа прошла. А наставление этой Феодоры Григорию такое во сне было. Гриша, запомни, главное, мама. Если она там за тебя, то все уже, ну, кто против тебя вообще? И вот, значит, это вкратце. А вообще, это учение более такое серьезное, большое, оно огромное, это учение. Считается, допустим, что можно заработать спасение, да, добрыми делами, а можно даже переработать. У тебя будут излишки добрых дел. Допустим, полмешка еще добрых дел. Может, ты мало сделал зла, а больше добра. И вот тогда, ты не только искупишь свою душу, но у тебя будут излишки, на том свете будут излишки добра. И за счет этих добрых излишков, добрых дел, ты можешь спасти другие души, которым не хватило на матарствах. То есть, спас ты сам, спаси другого, да, поделись ближним. И вот, придумали там в средние века. Ну, чуть попозже, правда, такое учение родилось, что можно, как бы, излишками добрых дел спасать другие души. В православии это не особо развито, а у католиков это очень сильно развито. Называется доктрина о святых индульгенциях. Кстати, индульгенция, это не просто продажа, отпущение грехов. Это, как бы, это не все, даже это ничто, фактически. Самое главное, самое порочное в этой доктрине, которая до сих пор существует в католицизме, кстати, и до сих пор любой католик может, имеет право купить индульгенцию, в принципе. Сегодня обычно в Америке, допустим, покупают просто безналично, просто по карточке перечисляешь на счет Ватикана, и ты получаешь по электронной почте такое сообщение, индульгенция, которую, можете распечатать, можете ее оставить в компьютере просто, индульгенцию, которая тебе обеспечит свободный вход в царство Божье, допустим, отпущение грехов каких-то определенных. Но, правда, сегодня не все так просто, как я сейчас описал, это я писал такой самый такой случай. Но вообще сейчас, допустим, говорится, что необходимо приоритетом иметь именно раскаяние самого грешника, как бы, вот священнику наставляется, говорится священнику сегодня католическому будущему, что нужно смотреть на как бы исповедь самого грешника, и вот если он кается, вот в таком случае ему можно предложить как бы вот еще и приобрести, но опять-таки, это просто жертва на развитие церкви, но, в общем-то, это не является покупли-продажей, это его пожертвование, которое, правда, оговаривается, сумма, но это пожертвование. Но хорошо, в практике все проще гораздо. И большинство священников, да, в принципе, любой священник католический, хоть он в Африке, хоть он в Латинской Америке, где бы он не жил бы, хоть в Украине, статья дохода, ну, основная все-таки, это деньги от интенций, это, в принципе, те же самые индульгенции, то есть, от поминальных этих молитв за какие-то души, допустим, да, которые священник получает, любой священник, потому что приход, как правило, особенно, если это страна третьего мира, не может нормально платить зарплату, как правило, вот, а священник получает все-таки нормальную зарплату, и деньги, в основном, все эти от интенции, те же самые индульгенции, продажа этих отпущений, и молитв за упокой, так вот, и, кстати, ведь именно это учение на Западе, оно развито было настолько сильно, что вот эти, эти индульгенции, это были, как бы, многие излишки, многих святых, добрых дел, многие святые, как бы, они не только заработали, но и работали уже на тысячи других людей, как бы, и можно спасти тысячи людей, и вот, эти излишки добрых дел, как бы, в небесной банке помещались, как бы, в представлении этих богословов, монахов, средневековых, и, а, а, церковь, имея власть связывать, развязывать, и что свяжут на земле, будет связано на небесах, может принять решение, за счет излишков добрых дел, прощать грехи, допустим, такого-то человека, вначале, это было для покойников, только лишь для умерших, допустим, если приходил живой человек в храм, и он говорил так и так, отец Ксионс, значит, снится мне умерший, допустим, и плохо выглядит что-то, вот, и тогда священник обычно советовал, а вы узнаете, чем грешил при жизни этот человек, значит, там, выясняется список определенный, допустим, да, значит, и тогда священник говорит, хорошо, вот такие-то грехи стоят столько-то, чтобы их, значит, погасить, значит, да, вот такие-то грехи столько-то стоят, и когда человек расплатится живой, то умершему облегчение, как говорил один из проповедников этих индульгенций, еще монах Тецель его звали, да, который приехал в Виттенберг, туда, где Лютер служил священником, и этот Тецель, он говорил так, что как только золото зазвенит, монеты зазвенят на дне церковной кружки, вот за эти индульгенции, душа тотчас же выходит из чистилища, люди плакали, слезки вытирали, надо же, как красиво батюшка все объясняет, и платили свои кровные денежки за прощение своих этих умерших людей, и за свои тоже грехи простили, потому что уже в то время было не только за упокой, но и для живых людей, зачем ждать смерти, мало ли, вдруг твои потомки не раскошелятся, да, значит, и потом переживай там в аду, за все это заплатят, а не заплатят, значит, так вот, и поэтому лучше, как говорится, утром деньги, да, и получаешь индульгенцию, прощение, а потом придумали отпущение грехов будущих, зачем тебе вот в этом промежутке угрызение совести, переживание, раскаяние, как бы вот, ну это лучше заплатил сейчас, и потом греши с чистой совестью уже, вот, да, были такие предложения особые, были еще скидки придуманы, допустим, на Рождество, на Пасху, там, и на престольные праздники, до 50% были скидки, то есть, ты мог купить чистую совесть за полцены, вот, и это, это привлекало много паломников, много вот таких религиозных зевак всевозможных, ну, и всевозможных аферистов, тоже привлекало очень сильно, серьезно все это, ну, священнослужители объясняли это благими такими намерениями, потому что в храме, храм надо было строить, огромный храм, собор святого Петра в Ватикане, если вы будете в Ватикане, увидите этот собор, или где-то там на картинках увидите собор святого Петра, то знайте, что весь этот собор, есть памятник человеческой глупости, он полностью построен, от фундамента и до купола, и все внутренние работы, все сделано за деньги, индульгенции, то есть, за прощение грехов, полностью, то есть, в архитектуре запечатленный памятник человеческой ереси и человеческой глупости, конечно, красивые здания, бесспорно, красивый собор, красивые росписи, конечно, если бы так было бы, за деньги бы, прощение, тогда бы богаты были бы самыми счастливыми людьми, но богаты тоже плачут, мы знаем это из Писания, да, из Евангелия от Луки, мы знаем, что и богаты тоже плачут, и притом плачут серьезно порой, вот так вот, и друзья мои, к сожалению, вот эти учения до сих пор продолжаются, кстати, ведь именно вот эти лжеучения об индульгенциях, они были последней каплей, которая переполнила уже чашу мерзости, значит, и божьего терпения переполнила чашу, и началась Великая Реформация, все реформаторы 16-го столетия, Лютер, Кальвин, Свингли, Губмайер, Мино Симмонс в Голландии, все они поднялись на протесте, протесте против вот этих распродаж индульгенций, против самой идеи отпущения грехов за деньги, и, знаете ли, тот же самый Тецель, когда продавал индульгенции, люди приходили к нему, и говорили, к Лютеру приходили, и говорили, Лютер, ты говоришь, нам нужно покаяться, исправлять свою жизнь, там, да, а здесь все проще, заплатил, и вот спи спокойно, и потом в гроб тебе положат эти индульгенции, и ты придешь на небеса, значит, и в духовный мир, там, и ангелы тебя подхватят, а если бесы с претензиями к тебе, какими-то, допустим, мало ли, недоразумения, надо еще уладить вопросы, ты скажешь, ребята, стоять, за все заплачено, наверное бесы в шоке были, а вы что там, Библию не читаете вообще? Да, друзья мои, ну о реформации, я завтра еще кое-что расскажу, о Великой Реформации, и о том, что было после реформации, и о еврейском вопросе, у протестантов, и католиков, и православных, очень интересно, продолжим завтра, пусть Господь благоставит нас всех, и распустит с миром, давайте поможем. Субтитры подогнал «Симон»